Добрый день, анбоксинг. Сегодня у нас такая интересная головоломка от компании Шинг Шоу. Коробочка выглядит следующим образом. Понравилась вот здесь такая иллюстрация. Показывает, что головоломка меняет форму. Этот кубик имеет странное название, которое на коробке не написано. Который переводится как «Птицы, обожающие Феникса». По крайней мере, так мне сказал угол-переводчик. Не знаю, так это или нет. Но если кто-то лучше понимает анализский язык, его всякие совместные обороты, напишите, как правильно будет звучать. Но по сути, это шейп-мод трёшки. Такой достаточно интересный, о своей форме. Если присмотреться, то это Fisher Coup. То есть мы видим, что вот это вот ребро, вот это вот уголок. То есть, как и Fisher Coup, у нас углы и ребра поменены местами. Но здесь ещё расцветка другая. То есть, один свой жёлтый, зелёный, красный. Что с одной стороны немного путает, а с другой упрощает сборку, по всей видимости. Вращение кубика очень быстрое. Очень-очень гладко и быстро вращается. Не знаю, как его называть. Пускай будет Fisher Coup от Sheng Shou. Выглядит очень приятно. И вот такой шейп-мод трёшки приятно купить. Просто он выглядит приятно. Давайте перемешаем. Посмотрим, как же он собирается. То есть, при перемешивании меняет свою форму. Кстати, пластик здесь такой, как на кубике Sheng Shou Jam. Или Sheng Shou Mr. M. На трёшке. Такой структурный, фактурный. Если мешает, то вот в такой он превращается. Ведь вот зелёные это центры. Это тоже центры. Красный и жёлтый. Четыре зелёных центра. Один жёлтый, другой красный. Вот это ребра. Вот это углы. Углы у нас вот такие маленькие. Красные и жёлтые. Ребро-ребро. Ну, остальные центры. Вот как-то так. Я думаю, есть смысл начинать сборку либо с красного, либо с жёлтого цвета. Что-то такое получилось. Давайте начнём с красного. Почему бы и нет? Рёбра все одинаковые. Поэтому ставим. 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 Ну, как и в Fisher Cube. Мы видим, вот эти центры стоят правильно. Вот этот нет. Поднимаем. Разворачиваем. Ну, здесь центр надо развернуть. И вот. Первый свой как бы собран. Теперь. Те уголки. Они хоть по местам стоят, но все неправильные. Можно, конечно, пиф-пафами их поразворачивать. Да. Вот так он правильно встанет. Потом сюда какое-нибудь ребро забросить. Получается пара. Можно попробовать сразу пару пособирать. Например, вот пара. Давайте сюда поставим. Ну да, работает. Вот эту пару. Ну, и вот пара. Так, так. Где-то так сломает. Ну да. Из-за симметричности многих элементов собирается все достаточно просто. Ну, и поскольку это все-таки фишер-куб, мы видим псевдопаритет. То есть, этап войлала, центр, и вот ребро одно правильно ориентировано. Вот эти три нет. Если одно или три ребра у креста, то это псевдопаритет, и необходимо развернуть одно из этих ребер. Делаем всем известный алгоритм. Разворот ребра. Так, ну и получаем какой-то ойл-ойл. Это, походу, галстук с точкой. Давайте сделаем в два этапа, чтобы убедиться в этом. Ага, я вот на эти элементы внимания не обратил. Это было не галстук с точкой. Ну ладно, мы собрали крест. Теперь непонятно, кто это. Трудно определить. Эти уголки все стоят не так. Давайте сделаем откуда-нибудь рыбку. И посмотрим, что получится. Ну, получилась, видимо, еще одна рыбка. Только пока непонятно какая. Я еще не успел изучить, как должны располагаться уголки, чтобы определять войвал. Сделаю правую рыбку. И все собралось. В итоге, что можно сказать. Интересный шейп-мод. Кот. Кот. Ты не обнагрел? Да, это был обнагревший кот, который во время записи видео проскакал по столу. Но все же. Это интересный шейп-мод кубика 3х3 с отличным вращением и интересным внешним видом. Вполне достойная головоломка для коллекции. Собирается не сложно. Проще, чем фишер-куб. По сложности сравним, наверное, с зеркальным фишер-кубом. То есть, а, вы, наверное, заметили, собрав ОЛЛ, мне не пришлось делать ПОЛ. А почему? Потому что все элементы одинаковые на верхнем слое. Одинаковые ребра, одинаковые углы. Поэтому переставлять их, естественно, смысла нет. Хорошая головоломка. Рекомендую. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.